МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Васвятая служба информации, телерадоэ кампании Гомель, у студии Натальи Игнатенко. Добрый день. Подаденных на сегодняшнюю ранницу, то в делу до терминовом голосовании по выборах депутата у Платы Простовников Национального Схода Республики Беларусь приняли коля 40 тысяч человек. Гэта прикладна 3,5% выборщиков. Основный день выборов – 11 вересня. До терминовое голосование пройдет до субботы уключна. Участки працуют с 10 до 19 годин. С перепынком с 2 до 4 дня. Как проголосовать, при себе необходимо иметь пашпорт. Подойдут посвечения держслужащиха, военный и студентский билет, водительские правы, пенсийное посвечения, доведка с Министерства внутренних справ, кали пашпорт сгубленный альбоз находится на замене. Заходе голосуют те, кто по собистых причинах не смогут гэта зарабить у основный день выборов. Традицейно гэта дачники, студенты, люди, кие 11 вересня будут находиться на працованном месте. Значительное число людей, которые задействованы непосредственно в организации избирательного процесса, то есть в день выборов будут отсутствовать. Это работники силовых структур, которые сегодня задействованы на охране общественного порядка, на охране избирательных участков. Это и члены участковых, соответственно, окружных областной избирательной комиссии. Вот, в частности, я, как председатель областной комиссии, тоже буду голосовать досрочно. Протягиваем выпуск. Удокладнить и ликвидовать причины порушения у правилов техники безопасности в будовничном комплексе. Гэта головная задача месячника безопасности, який зараз проводится на предприемствах Галины. Кто виноватый в том, что с початку года на узводимых на территории в области объектах загинули уже 4 человеки? Высвятлял Олег Синцерову. То, что ситуация с дисциплиной у будовничной Галины изменяется в лепший бок видовочно. Когда еще несколько лет тому, те же каски, навод при их наявности, будовники практически не выкористовали, то теперь это обовязковое умово. Да и выпить бутыльку того ж вина подчас обеденного перепынку теперь это очень редкое выключение. Разом с тем, несчастные выпадки в будовничестве минавитое состояние алкогольного опьянения все еще означаются, что по этой причине сегодня практически на всех рекомендациях, которые выдаются будовникам, обовязковое потребование – узмацнеть медицинский нагляд за работниками, хоть повышенная увага часто потребна и за цвярозами специалистами. Порушение элементарных правил техники безопасности – это главная причина несчастных выпадков. Препятствия, как канава, леров, вместо того, чтобы обойти, он постарается воспринимать, перепринимать. В итоге травма или же проем опасный. Обойди ты его, ограждение стоит. Нет. Еще одна причина несчастных выпадков в будовничном комплексе – слабый контроль сбоку кировников, которые находятся непосредственно на объектах. Хоть обвинувачивать только их, все же таки нелько. Комиссии, которые контролюют ситуацию в заховой прации, констатуют, у некоторых организаций экономить навыд на самом необходном, починающих от спецоденея до тыжих страховочных поясов. Еще одна тема для обмеркования – бытовые умовы. Не то, якопены были незадовольняющими у так званых бытовках, и холодильники знаходятся, и микрохваливые печи працуют, и пятная вода привезена. Разом с тем, у сёг это поели кибрахунку. Учарашний день. Сегодня для быдунников уже истинуют сборщенные пересочные комплексы, где продугледжено у сё от душовых до мини-буфетов. Для организации деятельности такого комплекса уводится специальная посада, что дозволяет тому же прорабу займаться только непосредственно своими обовязками. Прораб не отвечает за этот комплекс. Он пришел, он отвечает конкретно за процессы производства, которые находятся пообъектно. А так ему еще приходится заглянуть в каждое бытовое помещение, проверить и огнетушитель, и микроволновку, и рукомойник, и воду. И это все наличие. С початку этого года в бытовнейшем комплексе Гомельской области зарегистровано 7 несчастных выпадков, четыре, за яких со смиротным заходом. С улицем того, что за весь минулый год загинувших было трое, ситуация выглядая не самым лепшим чином. Задача проводим месячной обеспеки выявить и ликвидовать причины порушений. Нельзя для этого прийти в класть достаточно значительные сроки, а я уже зараз видовошна, что основная проблема у так званом человеческом факторе. Закономили, посподевались на авось, те просто забылись об нечем саправдыважном. Цена питания, здоровья и жития людей. Алексей Тюров, Валерий Капанько, телерадокомпания «Гомель». Сегодня у областного музея военной славы отбылся ритуал принесения просяги с упрацовниками подразделений Управления Державного комитета судовых экспертиз Республики Беларусь по Гомельской области. Четыре выпускники следча экспертного факультета Академии Министерства внутренних справ будут проходить службу в Жлобинском, Будокашалевском и Мазырском отделах. Задача экспертов выявление на месте злочинства доказов и допомога следчим у расследований криминальных справ. Принятие просяги это один из важнейших офицерских ритуалов. Это торжественная клятва офицера, сотрудника Государственного комитета судебных экспертиз. Всего же у нас аттестованных сотрудников порядка старше 600 человек на территории города Гомель в Умельской области. Мы обучались в Академии, это непосредственно по специальности судебной экспертизы, и поэтому нас подготовили в полной мере применять научно-технические средства нового поколения мы умеем. То есть, какие бы нам не предложили, мы разберемся и у нас все получится. до инших тем. Гомель рыхтуется до проведения 8-го международного фестиваля хорографичного мастатства «Сожский карагод» и турниру по бальных танцах «Золотая рысь». Мероприемства будут протягиваться три дни с 16-го до 18-го вересня. Наши корреспонденты доведались об некоторых секретах, которые рыхтуют организаторы. Организаторы обещают, гэтый день города будет вызначаться свою массовостью, каждый знайдет для себя нечто интересное. Основные мероприемства разгорнутся в субботу, 17-го вересня. Их завершением станет призначены на 22 годины 10-ти хвилинный фейерверк, який отбудется одразу у 5-ти кропках Гомеля. При этом у выход практически на все мероприемства Дня города будет бесплатным. Купить билет придется в приватности на концерт Московского театра танца «Гжель», який пройдет в областном громадско-культурном центре в субботу. А так само пятничное открытие на центральном стадионе и у все мероприемства турниру «Золотая рысь». Кошт билетов на опошне складе в среднем крыше больше как 10 рублей, а ли тут саправды есть на что поглядеть. Так как мы подняли рейтинг мероприятия, то уже заявили те коллективы, которые в топе 10-ти лучших в России, в топе 50-ти лучших в мировом первенстве чемпионатов. Поэтому, и учитывая, что заявки поступают, я думаю, что и возрастной ценз от 4 до 60 мы расширим и увеличим количество престижных пар. Бадай, самой массовой подшеосвяткованне Дня Города станет церемония открытия свята. У шоу на центральном стадионе будет задейнеша накаля трех тысяч человек. В гэтые дни на розных пляцоках Гомеля проходят репетиции, по яких можно мерковать об особенных элементах постановки. У весь сценарий у Гомеля по куль ведаюсь у сего некольки человек, а тому интрига будет заховаться до последнего момента. Докладно вяде, что глядашоу будут сделать як экзотичными номерами, так и сущасной хорографией. Удивлять будем экзотическими коллективами новыми, которые прибудут к нам на фестиваль это из Африки. Шотландская будет звучать музыка, танцы. Будем интересно делать с нашими студентами композиции, поточные упражнения, будем рисовать эмблему из числа наших участников, как бы живая картинка будет присутствовать. Ну и конечно же каждый раз какие-то новые сюжетные идеи должны воплощаться и иметь место в этом празднике. И я думаю это будет. Олег Сюрова, Ольга Коновалова, Евген Макеенко, телерадио компания Гомель. До речи про программы фестивалю Сожский Карагод сегодня поди размогу в программе Деалог. Гостем студы станет режиссер постановщик свята, директор гомельской детячей хореографичной школы мастатства, заслуженный работник культуры Республики Беларусь Петр Свярдлов. Глядите программу Деалогу промым эфиры на телеканале Беларусь Тры сегодня у 19.1.20 хвилин. Номер телефона у студы 77.68.45 И об спорте. Гомель у гэтая дни примая лепших юных боксеров 99-го 2000-го гадона Раджэння зусягу региона. У гацар одинаборства проходят областные олимпийские дни молоди. Межтым дорослые гомельские боксеры удало выступили на международном турнире памяти Махамеда Салам Умаханова. Са спаворництва у яке проходили у Махачкале Яна Бурым и Виктория Кебикова привезли золотые медали. Галина Бруевич стала другой у своей ваговой категоры. Владислав Смягликов завоевал бронзу. Гэтая, а так сама иншая новинная вы можете знайсті на нашым сайте у интернете по адресе www.tvrhomil.by На гэтым выпуск завершенный у студии працывала Наталья Игнаценко. Всеху доброго и до новых с устречу эфиры. Редактор субтитров А.Семкин